Открытая студия Первого Ярославского продолжает свою работу в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. И сейчас наш гость-директор компании ООО «Яркогенерация» Игорь Петрович Викулин. Игорь Петрович, здравствуйте. Итак, насколько я знаю, на полях форума было подписано соглашение между правительством Ярославской области и вашей компанией. Речь идет о запуске нового энергетического центра. Вот что предполагает соглашение? Соглашение предполагает вложение с нашей стороны порядка 600 миллионов рублей в создание энергетического центра, который будет вырабатывать и тепло, и электроэнергию. Это и есть та самая «Когенерация»? Это и есть та самая «Когенерация». Раньше в советское время это называлось «теплофикация». Сейчас больше английский вариант этого понятия используется – «Когенерация» – совместная выработка тепла и электроэнергии. А в чем преимущество вот этой совместной выработки? Совместная выработка позволяет повысить коэффициент полезного действия всей энергоустановки и, следовательно, предоставлять оба энергоресурса и теплоэлектроэнергию по существенно более низким ценам. Где будет располагаться центр энергетический? Энергоцентр располагается в технопарке Новоселки, поблизости от резидентов технопарка, которые будут являться нашими основными потребителями, по крайней мере, электроэнергии. Можно ли говорить о том, что тем самым мы улучшаем инфраструктуру индустриального парка Новоселки? Мы улучшаем не только инфраструктуру индустриального парка, мы еще повышаем класс электроснабжения для резидентов технопарка и мы даем им более дешевую, следовательно, электроэнергию. Следовательно, мы делаем их более конкурентоспособным в своей отрасли и мы делаем более конкурентоспособным, более привлекательным весь технопарк в целом. Игорь Петрович, а сколько по времени шло строительство центра? Мы стройку начали в декабре месяце и вот уже за полгода мы практически готовы к запуску в эксплуатацию. Осталось несколько последних шагов. Мы в ближайшее время планируем запуститься. У нас в настоящее время находится в стадии согласования запуск газа. Газ уже находится на площадке. Мы сейчас даем сами машины для того, чтобы иметь право их запустить. Затем мы решим все те же самые вопросы с электроэнергией. И наши резиденты уже готовы потреблять электроэнергией. Игорь Петрович, для вашей компании что означает подписанное соглашение с правительством Ярославской области? Прежде всего, это соглашение для нас дает понимание со стороны правительства в заинтересованности получения эффективной энергии не только для объектов экономических, но и для социальной сферы. Мы сегодня с губернатором обсуждали возможность подключения нашего энергоцентра к городским коммуникациям теплоснабжения, потому что мы можем дать гораздо более эффективную цену для теплоснабжающих предприятий города. В дальнейшем как планируете развиваться? В дальнейшем мы планируем развиваться в интересах появляющихся на технопарке резидентов. Мы сейчас сотрудничаем, у нас идут переговоры с теплицами, которые тоже существенно повысят эффективность работы энергоцентра и дадут большое количество рабочих мест городу. Я благодарю вас за интересную беседу и желаю удачи в вашей работе. Спасибо большое. Мы очень рады подписанию соглашения. Мы уверены, что мы все это успешно реализуем. Я напомню, гостем открытой студии был директор компании «Яркая генерация» Викулина Игорь Петрович. Редактор субтитров А.Семкин